Разноцветные 5 километров в Центральном парке. В Караганде впервые прошел грандиозный ярко-кросс, собравший более 500 участников. Шахтерская столица стала вторым городом в Казахстане, где прошел этот необычный марафон. Репортаж Амины Смаковой. Ярко-кросс – это веселое времяпровождение вместе с друзьями и коллегами. Главные компоненты такого марш-броска – белая футболка и экологически чистые краски. Ярко-кросс – это большой цветной марафон, то есть у нас нет особо никаких правил. Самое главное быть на старте в белом, на финише цветным. В ярко-кросс мы приурачиваем к честному шахтеру. На старт, внимание, марш. И толпа карагандинцев ринулась под цветовую атаку. Вместе с участниками Ярко-кросса журналист 1-го карагандинского тоже решил принять участие в этом разноцветном марафоне. Ярко-кросс в Карагане посвятили вступлению футбольного клуба «Шахтер» в Лигу чемпионов. А все вырученные деньги от акции пойдут на озеленение города. Несмотря на такое повышенное внимание к своим персонам, сами футболисты больше радуются за активное участие молодежи в подобных спортивных мероприятиях. Я не думаю, что это прям в честь нашей футбольной команды, потому что приобщение молодежи к здоровому образу жизни – это здорово. И чем больше таких проектов, мероприятий будет, тем будет лучше не только для города Караганды, для всего Казахстана и для всех людей. Потому что, как я уже сказал на сцене, движение – это здорово, когда люди занимаются спортом. В Ярко-кроссе скорость не главная, поэтому все участники бежали не спеша, при этом не забывая полностью покрыться краской. На финише у бегунам в качестве призов раздавали бесплатные эко-сумки. Это было самое отличное мероприятие за все лето и даже осень. Не знаю, мне кажется, это было одно из самых ярких, в прямом смысле слова, мероприятий. И, честно, даже в лето ничего такого подобного не было. Хочу, чтобы еще побольше было таких мероприятий в Караганде. Если честно, мне безумно понравилось, когда ты бежишь, у тебя обстреливают краской, и еще иногда она может попасть в ухо, в рот, в глаза. Это неожиданность, это безумно классно. Ярко-кросс – это вообще очень хорошее событие, оно мне очень понравилось. Первое такое в Караганде. Мне очень понравилось. Мне очень понравилось. Это было яркое событие в Караганде, которое очень хорошо провелось. Вообще молодцы ребята. Самое основное правило ярко-кросса – приближать к финишу как можно более запашканными в разноцветной краске. Глядя на такие разноцветные, но довольные лица, можно с уверенностью сказать, что ярко-кросс в Караганде прошел на ура. Амина Смакова, Сергей Высокосов, Марат Култенов. Первый карагандинский.